всем привет вы на канале не дашь багаж и мы находимся правильно в китае в чэнду мы здесь находимся потому что у нас здесь пересадкой расскажем вам про наш полет как проходит пересадка у нас она 53 часа нам дали отель на вторую ночь не дали что здесь можно посмотреть за это время в общем все все мы это покажем а сейчас нам очень жарко мы хотели вот так вот на эту скамеечку сессии сфоткаться с этапами но это невозможно что садишься и как на горячую сковородку не значит градусов 40 наверно нереальная жара ну что начнем по порядку и так немного водных данных летели мы из хошимина в санкт-петербург в августе 23 года рейс выполнялась учаанская авиакомпания и пересадка в чэнду должна была быть пять с половиной часов хочу отметить что в аэропорт приезжать лучше заранее у нас шло только около двух часов на регистрацию надо было заполнять всевозможные анкеты и экспорта здоровья но пцр тест даже никто не спрашивает просто нужно ставить галочку что простуды не болеешь и вот последняя съеденная картошка во вьетнаме и в путь из хошимина в чэнду летает а-320 ноги влезают но места остается не так много индивидуальных экранов нет но кино посмотреть можно чай сок вино в полете наливают но и да отвратительнейшие лучше брать свою зато изображение панк начинается сразу в самолете на бутылках с водой на влажных салфетках и фартаках бортпроводниц по прилету в чэнду мы опять заполняли всевозможные бумаги и только через два часа нас выпустили в город итак наконец мы доехали до нашего отеля получается момента как мы вышли из самолета до момента пока мы не заселились в отель прошло почти что три часа из них два часа мы заполняли различные бумаги какие-то непонятные документы в аэропорту что-то там это абсолютно какие-то непонятные формальности и где-то 25 минут нас везли в отель так стыковка у нас длинная нам предоставили бесплатный отель это в целом неплохой отель называется holiday in и выглядит здесь все весьма неплохо но этот отель дает авиакомпания но причем отель ты можешь взять свой спор на одну ночь на стыковка 53 часа но отель полагается только на ту ночь потом сделала что хочешь сейчас времени без 13 9 и закрыта абсолютно все отель находится в поле здесь нет ничего и если ты что-то хочешь ты должен доехать до аэропорта хорошо хотя бы что здесь есть шаттл но опять же шаттл раз в час и перерывы между ними какие то то есть ну раз условно там через два часа мы будем только в аэропорту и оттуда мы должны поехать еще куда-то что-либо в аэропорту дорого кушать но в общем кого очень странно очень странный этот отель и если бы я понимал насколько заранее сколько он далеко находится то не при каких условиях обсуждали поехал лучше бы сразу мы поехали там город сняли в центре города какой-нибудь дешевый отель и классно бы гуляли они думали сейчас вообще где взять деньги потому что в отеле их не поменять в аэропорту в котором мы вышли не было ни банкоматов не обменников возможно это был в другом терминале но не в нашем там не было ни кафе ничего и как это в отеле в котором 30 этажей нету ресторан и кафе как мы спрашиваем где мы можем покушать а нам отвечают tomorrow tomorrow а где мы можем помять деньги tomorrow зачем сегодня деньги вы же не можете покушать куда мы их тратить ну действительно истина чё проверка кровати давай полетит слепой пилот ну как мягонько у нас получился мега тупой вечер потому что мы на развозке доехали до отеля и выяснилось что в девять часов деньги поменять нигде нельзя карта расплатить нельзя и нам пришлось ехать опять в аэропорт чтобы менять денежки и купить что-то покушать это было невозможно реально получили вот мы денежки в аэропорту здесь принципе неплохой курс но тебя почему-то берут какую-то комиссию и получается что курс не очень но вариантов нету и еще какая-то очень странная ситуация отель представляет трансфер от отеля до аэропорта и нам сказали что абсолютно бесплатно все хорошо мы познакомились в автобусе с русской парой которые сказали что они платят по 100 юаней чтобы доехать от отеля до аэропорта то есть либо это какое-то само правство персонала либо мы не понимаем что но очень странно и ничего не понятно первую очередь мы зашли 7-11 в аэропорту их несколько это смотришь на упаковке ничего не понятно но если присмотреться к ценникам то вот пожалуйста всего английский расшифрованно никаких вообще вопросов не возникает и как я говорил наш отель находится просто в полях то есть соответственно вот там вот там вот далеко 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 вот это вот это город чтобы от аэропорта на метро доехать до города нужно потратить полтора часа в одну сторону а чтобы доехать до аэропорта нужно потратить еще 30 минут то есть соответственно два часа в одну сторону мы живем от города и конечно же какое утром до завтрака мы посмотрим что здесь есть кофе в машине это уже радует всегда очень много китайской еды которую другая копыта которую не очень есть и единственное что для себя выбрали на этом шведском столе вот и все остальное слишком китайская и так как аэропорт это ближайшее что есть к нашему отелю поэтому каждое утро каждый вечер наш начинается и заканчивается аэропортом и еще я боялась я читала что все записи в китай на китайском языке на самом деле ничего подобного и сама близки продублирована вы знаете что это просто туалет и соответственно где тут вот мужском туалете одна кабиночка занята а в женском все свободно могу сказать целом что китайского метро очень удобно и здесь навигация целом все понятно но мы же всегда были уверены что в китае лучше вообще людей что китай перенаселен вот это вот метро и вот смотрите она тоже опять пустое где все люди где все люди почему никого нигде нету первый полноценный день нашего пребывания в кентаре и конечно первым делом мы едем к пандам сели на метро где-то в центре вышли чтобы у меня деньги банки китайском ощущения те же самые где все люди мы находимся где-то в центре и в целом мало машин мало людей почему-то нигде никто никого не ходят сегодня какой-то там середина августа на улице очень жарко навесов нигде нету и поэтому те редкие китайцы которые нам попадаются они ходят под зонтиком а мы ходим под стенами чтобы хоть немножко было тени жарко душно дышать нечем байки ездят в общем такая типичная азия не верится но мы потратили в банке мы сидели прямо у окошки с девушкой мы потратили больше часа чтобы поменять просто какие-то несчастные 200 долларов до курс немножко получше чем в аэропорту из 200 долларов мы сэкономили возможно там две тысячи рублей но подумайте надо ли вам и это мы реально сидели в этом банке чайна вот ровно один час и пять минут подходили разные сотрудники фотографировали паспорт фотографировали меня два до других сотрудников передавали мой паспорт какие-то вопросы у них возникали они не могли вообще понять как мы оказались в китае по транзитной визе без обычной визы в общем все это очень 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 долго когда у тебя всего один или два дня то мне кажется время здесь гораздо более ценное чем какие-то несчастные пару тысяч рублей и повторяйте наших ошибок и вот смотрите отметочка с какого возраста нужно покупать детский билет вот наши годы сюда не входит слава богу поэтому хоть на билетах с канона а так автоматы принципе все очень легко все очень легко когда не понимаешь куда нажимать вот он дави не наконец вам подъехали на станцию где находится парк панк прям при выходе из метро покупаем или килограмм винограда который нам почистили помыли купили булочки за все за это мы заплатили примерно 400 рублей а также купили два билета на меня и мою спутницу по нашатую базу до парка и стоило всего 4 юаня то есть меньше чем 100 рублей даже не пытайтесь идти сюда пешком дорога идет просто по каким-то полям нет никакой тени и нет ничего нет поэтому вот шаг у вас и это причем минут 10 15 то есть панда парк находится не так уж близко к метро трансфер стоит 2 юаня на ребенка платить тоже надо вход в парк стоит 55 юаней но на детей до 7 лет платить не надо и чтобы зайти в парк и чтобы все здесь куда-то зайти все все везде просят свой паспорт и не везде сканируют записываю данные мы отошли от входа пошли искать фанк весь парк очень огромный и смотрите насколько прекрасно то есть здесь ты идешь по этим дорожкам вокруг меня множество шума но это все что-то естественные птички цикады они китайцы как у входа и прохладно наконец-то наконец-то сель ну и вот так мы все находим наверно уже порядка часа мы зашли все пытаемся найти панда но вот их все лежбищи они абсолютно пустые потому что сегодня очень жарко и не каких-то там кондиционированных помещениях тусуются но плану мы так не нашли дайте но активно ищем надеюсь что все таки получится раз обычных панцов здесь среди то мы будем есть с мороженой до форме панды со вкусом еще сыра а сегодня получается парке панки прошли около 15 километров и безумно устали но когда у тебя есть сегодня два дня понятное дело что тебе некогда расправляться и тебе надо по максимуму посмотреть сейчас идет дождь и мы все равно пошли гулять и я ни капельки не пожалела потому что вечером когда темно здесь становится очень красиво этот мост называется аншу и многие считают его символом чендо что примечательно мост лучше смотреть в темное время суток когда загаряются одиночного города мост на этом месте существует еще с 18 века но в двадцатом был разрушен то что сейчас видят туристы это новодел на построенный по точному образу и подобию внутри моста есть фестик но я советую прогуляться по набережной и заглянуть в один из паров с живой музыкой есть куча баров и ресторанов либо живой музыкой либо просто с классным видом на реку но меню здесь только на китайском главное не взять по ошибке классную кину мочу с ароматом ручной смены и если в Китае нам на эти вкусные годы нам достаточно тяжело то вот с десертами дело все кардинально по-другому здесь куча каких-то разных кокеев они очень стильные они очень классные и в них огромный выбор различных различных пирожных десертов ческейков булочек и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк а а а а а а Я вам не покажу места, где можно в Китае поесть, потому что для нас китайская еда, мы вообще ее не понимаем, для нас не вкусная, поэтому в этом выпуске будет как в Китае поесть не китайскую еду. Здесь абсолютно везде, в 7-11, в переходах в метро, в обычных магазинах продаются готовые сосиски, они стоят порядка 4-5 юаней, мы нашли для себя также везде продаются фрукты уже порезанные, либо вы можете купить и сразу помоют их порезать для вас, и донконгские вафли. И вот наша вафля с сосиской стоит что-то меньше 15 юаней. Итак, второй день нашего пребывания в Китае, можно было бы, наверное, поехать сюда-то на природу, но мы выбрали погулять целый день по центру города. Ну что, в первую очередь выходим на центральную площадь, и конечно же, в первую очередь мы видим как вождя, так и кучу панк. Вообще, мы целенаправленно шли на Джа-Алею, в первую очередь но по пути зашли в этот People Park. Могу сказать, что парк сильно интереснее, чем Аллея. Здесь можно видеть обычную жизнь китайцев, их чайные церемонии, выступления, дедушек, играющих в шахматы, и людей, которые приходят сюда специально очистить уши. Здесь, в общем, какая-то странная тема, здесь китайские бани, но очень интересно, что в этих банях моют только уши. Почему-то в Ченту на улицах всегда весьма пустынно, но при этом все сделано для людей. На улицах везде стоят фонтанчики с питьевой водой, в банках для посетителей лежат очки, охранники даже стоят на посту с кондиционером, а доставку осуществляют роботы. Смотрите, мы просто в каком-то будущем находимся, вроде ничего необычного, но супер необычно. Вот это робот и просто человек делает заказ в своем номере, на рецепции кладут заказ вот сюда и просто задают номер комнаты, в который надо отвезти, и он сам едет, сам заходит в лифт, лифт понимает, на какой этаж надо ехать и, короче, все, в общем, мы в будущем, и я в шоке. Где комната жила? 23-й. Пойдем посмотрим. Аллея Куанычжай – одно из самых известных и туристических мест Чэндо. Считается, что улица эта была построена по временам правления династии Цин, аж в 17 веке. Здесь сохранен колорит древнего Китая – деревянные каменные дома, украшенные резьбой, с прудиками и храмами во внутреннем дворе. Здесь реально можно окунуться в атмосферу прошлого. Но только если вас не снесут толпа туристов. Свет, ну как тебе Китай? Жарко. Жарко. Какая geral hellurая площадь? И всем пока!